всем привет ребята сегодня мы с вами обойдемся без прелюдии а сразу же начнем рассматривать новый турнир аделаида очень прям такой жаркий составчик собрался этом турнире прям честно говоря не ждал я столько игроков тут сильных увидеть тем более преддверий австралии open но видимо многие решили что миха необходимо подобрать форму к турниру большого шлема поэтому здесь так много и известных голов собралось но в конце мы с вами также заглянем на секундочку на турнир в хобарт а пока посмотрим какие матчи в аделаиде я сегодня буду рассматривать и начнем с противостояния между кили бертонс и мария сакари пока ни одна и другая особо не впечатлили в начале сезона хотя вот на это голландская тыс может похвастаться первым финалом пускай и в парном разряде но тем не менее уже какой-то итог у него есть в остальном убежден были тяжелые матчи в одиночке на турнире в брисбен много конечно брака и ошибок видно что как-то еще пока не адаптировалась голландская телесистка и надели время касательно сакари она привела меньше матчей в этом сезоне но зато мне понравилась ее в принципе игра особенно на тренировках видно как английская талиска активно работает и я согласен с тем что если она и аутсайдер в данном процессоре то совсем небольшое в личках тем более у девушек ничья а крайне было за сакари так что я тут в принципе хочу сыграть фору плюс 3 гейма на мария сакари следующий матч это противостояние между родионовой и стивенс ну словом конечно сейчас совсем не игрок не то что десятки но даже двадцатку она как бы не тянет по игре сейчас ты как мы с вами помним как она без борьбы проиграла в конце того сезона джен сайсай помочь я не ошибаюсь также в этом году началось поражение российской теннисистки людмиле самсоновой очень много ошибок в игре американки двигается тяжело как то мы вообще совсем раскрылась игра и даже близко нет того то есть когда она доходила до финалов на шлеме и даже для тех кто любит экспресс я бы не решил бы поставить себе победу в какой-нибудь экспресс потому что именно она может реально привести а вот фора на родионовой считаю это хороший вариант потому что она во-первых играет дома в австралии она всегда играет неплохо тут она успела пройти в квалификации крепких соперниц пусть и так ну в борьбе но тем не считаю что youtube не дооценивают и фора плюс четыре с половиной дима что это хороший вариант но и третья встреча которая сегодня рассмотрю это матч между один из соболенко и сэшуэй это же будет третье предстояние девушек очная пока ведет тайваньская теннисистка 2-0 но один матч был на грунте другой на траве пока на самом профильном покрытии для арены девушки еще не играли если мы введем расчет то что пускай пока и арена сыграла только два матча в эти точки в этом сезоне но мне очень понравилась игра против маргариты госполян матч на нас кристина пешкова я не буду как-то комментировать думаю все прекрасно понимают почему там ну не очень ярко смотрелась белорусская теннисистка в основном же я жду от алины хороший очень активный и самое главное что надежный теннис тем более что сэшуэй пока что в одиночке себя не проявила и очень слабо показывала в этом году в паре да она конечно взяла титул снова с барбара стресса но пара из пара тут не стоит красава брать это в расчет потому что там совсем другой теннис другие требования все другое поэтому я думаю что алина сыграет с холодной головой и вряд ли она упустит возможность взять реванш поэтому я тут решил взять форум минус четыре гейма на алина соболенко ну и как я сказал мы с вами замерим в хобарт правда мы не будем рассматривать отдельные хитоматчи вообще думают в турнире будет так если наблюдать то мы будем на телеграм-канале то хитоматчи куда отдельно брать и все но на старте турнира я заметил что почему-то очень недооценили гормин ему грузу я считаю что стоит сыграть на победу и на этом турнире то есть поставлю что гормин ему груза выиграть титул за очень приличный коэффициент потому что именно говоря у него тут нет сильных конкурентах разница или земли артанс но это та особо тоже себя не проявила в одиночке пока в этом году а у груз виден явный подъем в игре глаз горит видно на прибавилось и на по сравнению с тем временем когда он не был большой и приличный спад так что думаю не пусть возможности взять титул перед австралии пусть или на сели крупном турнире но раз она заявилась то конечно сетку надо вон такую не упустит так что победа граби не могу с в этом турнире что его хороший вариант но вот это все что на сегодня хотел рассказать вам ребятам как всегда я желаю всем нам удачи и до скорого пока пока